Приветствую! Когда-нибудь задумывались, как отслеживают руки в игровых движках? А также, как можно добавить взаимодействие с предметами в виртуальной реальности для своего движка? На примере Cosmo Engine разберемся, как это работает. Также рассмотрим возможность в режиме реального времени переключения между контроллером и отслеживанием рук для более иммерсивного погружения в виртуальную и расширенную реальность. Будет интересно, смотри видео до конца и узнаешь все секреты того, как это реализовано. Погнали! В предыдущей части сделали список расширений OpenXR. Давайте расширим его, чтобы добавить поддержку отслеживания рук. Hand Tracking. XR Extension Hand Tracking и XR Extension Hand Interaction являются официальными расширениями различных поставщиков. В начале файла добавим указатели на функции во время выполнения данного кода в рантайме, потому что отслеживание рук у нас происходит уже на этапе игры. Далее в функцию создания инстанса добавляем следующее. Проверяем, что у нас есть расширение для отслеживания рук. Для данных вызовов требуется XR Instance. В случае, когда отслеживание рук недоступно или не поддерживается, мы получим предупреждение. И вернется пустой указатель. А вдруг забыли, как работает OpenXR? Всегда есть видео про OpenXR для гарнитур виртуальной реальности. Посмотри на канале, обязательно изучи, и сможешь вспомнить, как работает OpenXR для гарнитур виртуальной реальности. Оставлю ссылку в описании, переходи и смотри, вспоминай. А более подробные материалы, разборы и эксклюзивные занятия доступны по первой ссылке в описании в интенсиве 3D-игровой движок на C++. Это продвинутый набор эксклюзивных видеоматериалов и проектов к ним для тех, кто хочет изучить создание своего собственного 3D-игрового движка на языке программирования C++. Переходи по первой ссылке в описании и изучай. И конечно же добавим оставшиеся проверки для тех функций, которые у нас будут запускаться в рантайме. Далее нам необходимо понять и определиться с тем, что мы понимаем под рукой. Будем хранить свойства отслеживателя рук в переменной Hand Tracking System Properties. Каждая рука имеет несколько суставов. В OpenXR это называется Jointy или соединение. Но на самом деле это шарниры. Далее в конце видео вы увидите почему. Рука состоит из расположения шарниров и соответственно трекера. Так как у нас все же две руки, поэтому выделяем размер массива равный двум. В Get System ID запрашиваем поддержку отслеживания рук. Теперь нам нужно создать трекеры. Будем делать это в отдельной функции, которую так и будем называть. Create Hand Trackers. Для каждой руки необходимо вызвать метод XR Create Hand Tracker Extension и заполнить объект Hand Tracker. Объект XR Hand Tracker Extension является объектом, который существует только во время сеанса. Поэтому после завершения сеанса необходимо будет позаботиться о том, чтобы освободить ресурсы и указать OpenXR, что мы хотим удалить отслеживателя рук. Hand Trackers. Но об этом потом. Для начала проверяем, что у нас успешно создаются трекеры. С помощью OpenXR Check. Create Hand Tracker Extension. Внимательно смотрите, какой набор джойнтов используете. Собственно, удаление сессии и разрушение отслеживателей рук происходит просто в цикле. Для каждой руки. Опрашивать состояние рук стоит один раз за кадр. Добавим в функцию Pole Actions опрос состояния наших рук. Сделаем аппроксимацию. Предположим, когда мы запустили игру, то пользователь не держит контроллер. Поэтому будем использовать диапазон движения XR Hand Joints Motion Range Unabstructed. Для этого нам необходим флажок Unabstructed. Это специальный тип диапазона движения, при котором руки свободно перемещаются в пространстве и могут производить какие-то жесты, которые нам понадобятся далее для распознавателя жестов. Соответственно, если у нас руки держат что-то, допустим контроллер, то такое состояние будет называться Abstracted. В OpenXR это свойство Conforming to Controller. То есть предполагается, что мы все-таки держим контроллер и руки к нему привязаны. Наконец, пришло время визуализировать модели рук. На данном этапе подойдут кубики. Будем рисовать призмы на экране и соединять их с суставами. По 26 суставов на каждой руке. Для того, чтобы все это в памяти хранить, нам необходимо будет удостовериться, что нам достаточно места для наших кубиков, которые представляют собой суставы. Не спрашивайте, почему кубики. Это самый простой способ что-то отобразить на экране. Можно, конечно, добавить впоследствии нормальную модель с анимациями. Но кто же не любит Майнкрафт, правильно? В этом цикле получаем параметры для рук, их расположение, количество шарниров и расположение шарниров. Профессионалы доверяют киберкэлла Learn и изучают 3D игровой движок на C++. Переходи по первой ссылке в описании и приобретай интенсив. Получишь эксклюзивные материалы, доступ ко всем проектам из этой серии видео, а также, конечно же, весь проект к этому видео. Вся информация об интенсиве доступна по первой ссылке в описании. Переходи и изучай. Записывайся на интенсив уже сейчас. Вы, IT-элита школы киберкэлла. Ошибся, необходимо было написать XR Hand Joints, именно множественное число. Все-таки перейду в Visual Studio, потому что VS Code уже начал подтормаживать. Количество кубов на экране будет увеличено до количества рук, умноженное на количество суставов. И, конечно же, последним этапом необходимо в слое отрисовки, Render Layer, перед вызовом завершения отрисовки, End Rendering, визуализировать наши квадратные руки. Хотя, скорее, это будет похоже на скелет. Логика простая. Для каждой руки задаем цвет. Я буду использовать около синий цвет. А далее в подцикле будем выбирать масштаб кости и соединять эти кости с уставами. Кость мы визуализируем в виде призмы. И вот как это делается. Необходимо сделать вектор. Вы можете использовать любую математическую библиотеку. Но так как в OpenXR она встроена, что очень удобно, можно использовать тип данных XR Vector3F. По умолчанию масштаб 1.4 по всем осям. А далее мы его масштабируем на радиус каждого сустава. Делаем финальный плейтест. Отличная работа. Так держать. Я вас поздравляю. У вас получилось сделать отслеживание рук практически с нуля. Без использования сторонних движков на С++. Примечательно, что отслеживание рук работает достаточно точно. В принципе можно эмулировать все жесты, записывать их и далее производить какие-то действия. Допустим, в игре необходимо будет активировать какой-то предмет с помощью какого-то жеста. Что будет, если я возьму контроллеры? Допустим, я взял два контроллера и они у нас отображаются в виде кубиков. Теперь я их обратно уберу и руки снова отслеживаются. То есть у нас работает в режиме реального времени отслеживание рук и переключение контроллеров. Забегая вперед, в следующем эксклюзивном видео посмотрим, как делать взаимодействие, чтобы брать кубики своими руками или с помощью контроллеров. Данное эксклюзивное видео будет доступно для всех участников интенсива. 3D игровой движок на C++ на сайте learn.kyberkala.ru Сможешь сделать взаимодействие с объектами и на примере кубиков сделаем игру Пашенко или Дженго. Также сделаем вот такое вот переключение цвета кубиков при нажатии на него с помощью контроллера и добавим вибрацию. Обязательно нужен тактильный отклик, куда ж без этого. Но об этом уже в эксклюзивном видео на портале learn.kyberkala.ru Надеюсь тебя вдохновило данное видео, я же благодарю за просмотр.